Всем панкейк, друзья! Искусственный интеллект стремительно ворвался в нашу жизнь и угрожает оставить без работы художников, писателей, офисных работников, топ-менеджеров и даже наших жён, становясь для нас идеальным партнёром, который существует уже сегодня. Представьте идеального партнёра, которого подобрали специально под вас. Больше нет необходимости искать своего среди 7 миллиардов. Так вот, данный робот уже существует, и мы расскажем о нём чуть позже. Пока Илон Маск, Стивен Хокинг и Билл Гейтс продумывают варианты спасения Земли от нападения роботов, мы можем вспомнить самые странные, абсурдные и пугающие проявления искусственного интеллекта. Искусственный интеллект убил человека Джошуа Браун стал первым человеком, погибшим в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. Двигавшийся по дороге американского городка Уиллистон электромобиль Tesla Model S, оснащённый системой беспилотного управления, не смог определить, что перед ним находится. Чистое небо или поворачивающая направо 18-колёсная грузовая фура. Автомобиль Брауна влетел под центральную часть тягача, как нож в масло, и через мгновение вышел с другой стороны. Машина со срезанной крышей вылетела с дороги, пролетела через два забора, а затем врезалась в столб. После внутреннего расследования Tesla заявила, что в софте автомобиля не было обнаружено никаких ошибок и сразу же попыталась оградить себя от любого обвинения в этой аварии. В опубликованном отчёте говорилось, что автомобили модели Model S проехали уже более 210 миллионов километров и до сих пор не было ни одной аварии со смертельным исходом, когда для обычных автомобилей этот показатель в среднем составляет 150 миллионов километров. Компания также указала, что система автопилота и её автомобилей на момент аварии не была идеальной, то есть полноценной. А потому правила чётко требовали от водителя постоянного внимания и наличия рук на руле. За время этой 37-минутной поездки Браун только на 25 секунд убрал руки с руля. Они и оказались для него последними в его жизни. Подушки безопасности электрокара не раскрылись до тех пор, пока автомобиль не вылетел с дороги и проехал через кусты, расположенные на частном участке. Медицинские эксперты заявили, что Браун, вероятнее всего, погиб сразу после того, как автомобиль попал под тягач. Искусственный интеллект мастерски прячет шпаргалки. Исследователи из Google и Стэнсфордского университета заподозрили, что нейросеть от них что-то скрывает, когда обучили её превращать аэрофотоснимки в карты местности. На этот раз учёные поставили перед CycleGen более утилитарную задачу. Они хотели с помощью ИИ улучшить работу сервиса Google Maps. Однако, внимательно рассмотрев результаты её работы, учёные были сильно озадачены. Их нейронная сеть работала слишком хорошо. Настолько хорошо, что выдаваемые ей результаты просто не могли быть реальностью. Проблема в том, что на карте здания выглядели как белые прямоугольники, глядя на которые, казалось бы, ни один человек или алгоритм не мог бы догадаться о количестве и точном расположении окон. Однако, CycleGen каким-то образом научился это делать. Специалисты Google изучили практически каждый пиксель на выданных CycleGen изображениях. Вскоре они догадались, что нейросеть добавляет к сгенерированной по фотокарте незаметные подсказки шпаргалки, которые она генерирует в почти незаметном высокочастотном сигнале. Этот трюк гарантирует, что нейросеть может восстановить исходный образец в то время как сгенерированное изображение остается реалистичным. То есть в процессе обучения искусственный интеллект создал свою шум-маску, которую он вкладывает в каждый фотоснимок, тем самым достраивая реальность, которую невозможно разглядеть человеческим глазом. ИИ угадал наличие беременности у девушки-подростка. В наши дни торговые компании и супермаркеты часто пользуются интеллектуальным анализом данных. Это когда искусственный интеллект отслеживает ваши поисковые запросы, чтобы предложить вам именно те товары, которые могли бы вас заинтересовать. Это похоже на то, как YouTube предлагает вам просмотр видео, исходя из истории ваших прошлых просмотров. С помощью этого метода магазин торговой сети Target выяснил, что ученица средней школы забеременела, исходя из ее покупок. Ее отец, который ничего не знал о беременности, пожаловался менеджеру магазина на то, что его дочери по электронной почте присылают купоны на детские товары. В конечном итоге отцу девушки пришлось принести извинения, хотя и произошло это несколько позже. Оказалось, что магазин был прав, и девушка действительно была беременна. Похоже, что ИИ знал об этой девушке больше, чем ее собственный отец. Робот-расист Тау – созданный Microsoft Twitter-бот, который должен был имитировать поведение обычного подростка, но оказался ксенофобом, женоненавистником и расистом. Изучая статусы людей, машина составила собственное представление о том, как следует реагировать и отвечать на вопросы. Бот публиковал сообщение, «Гитлер был прав, я ненавижу евреев, и я ненавижу этих чертовых феминисток. Они все должны умереть и гореть в аду. Под влиянием людей он стал неуправляем, и в этот же день с ним было покончено». Но история на этом не завершилась. У Тау есть добрая старшая сестра – Шао Айс, самообучающаяся девушка-бот, также созданная Microsoft. Машина стала популярной в китайских чатах, где по всей вероятности существует большой круг одиноких людей. Машинный интеллект построен на основе поисковика Microsoft Bean. Бота научили распознавать эмоции в тексте, находить живые ответы и строить беседу. Основываясь более чем на миллиарде вариантов диалогов, бот способен отвечать всегда по-разному. Люди не стесняются Шао Айс и чувствуют себя свободными в общении. Вечная жизнь в сети Созданный на конференции MIT Entrepreneurship Development Program в 2013 году сервис Этернем создает электронную копию человека. Анализируя внесенные данные, технология выстраивает образ умершего, который способен давать советы, вести диалог и напоминать что-то семье. Сервис, который дарит вечную жизнь в сети, подвергался критике по этическим причинам. Несмотря на это, им воспользовались более 36 тысяч человек. Жизнь в сети – это не только фотография и сменяющиеся статусы, создающие иллюзии присутствия человека, но возможности реагировать на ситуации, отвечать на вопросы и поддерживать диалог. В популярной культуре не раз появлялись идеи подобных сервисов. Например, в одной из серий «Черного зеркала», где вдова оживила своего мужа в социальной сети. Секс с роботом Еще помните, как вначале мы обещали рассказать про идеального семейного партнера в роли искусственного интеллекта. Созданная в Калифорнии самая дорогая и самая правдоподобная секс-кукла Хармони улыбается, моргает и шутит. Но и это не главное ее достоинство. Она способна запоминать предпочтения партнера. Самообучаемый алгоритм будет знать, как понравиться своему хозяину не только тактильно, но и душевно, поддержать диалог, поздравить с днем рождения и так далее. Разработчики считают, что подобные роботы станут идеальными компаньонами на рынке развлечений для взрослых. «Моя цель очень простая – делать людей счастливыми», рассказывает создатель Хармони Мэтт Макмулин. Международная организация Foundation for Responsible Robots FRR, которая анализирует этические и моральные проблемы робототехники, всерьез рассматривает проблему замены людей на машины. Представители организаций прогнозируют, что в течение 10 лет роботы для секса обретут широкую популярность. Нейросети лучше Сальвадора Дали Искусственная нейронная сеть Дали-2 считается лучшей в мире моделью, предназначенной для генерации и редактирования изображений по текстовому описанию. Это вторая, существенно переработанная версия программы, получившей имя в честь Сальвадора Дали и робота из мультика «Волли». Изображения, которые создает нейросеть, действительно поражают воображение креативностью, качеством и вниманием к деталям. Дали-2 способна творить на уровне известных художников, фотографов, дизайнеров и даже лучше их. Теперь они могут лишиться работы. Мужчина представил на конкурсе работу Театр пространственной оперы и победил в категории цифровое искусство. На картине, которая с виду неотличима от произведения человеческой руки, изображена странная сцена, похожая на оперу будущего. Классические фигуры в зале в стиле барокко поднимаются по лестнице через круглое обзорное окно в залитый солнцем пейзаж. Между тем, сам Джейсон Аллен не считает себя художником. Он скорее автор работы. Для ее создания мужчина тщательно сформулировал текст, по которому нейросеть затем писала картину. Возмущенная реакция художников не заставила себя ждать. В Твиттер пользователи бурно отреагировали на заявление Аллена о победе его нейросетевой картины на конкурсе. Искусственный интеллект победил чемпиона мира по игре в Го. Об этом случае знает любой человек, который следит за технологическими новинками. Искусственный интеллект победил лучших игроков мира в шахматы в Го и стал победителем телевикторины Джефферди. В шахматах компьютер использует метод Брут Форс, грубая сила. Методом перебора вычисляются все возможные ходы и выбирается тот, который окажется наиболее полезным. Однако Го интуитивная игра. Количество возможных ответов на любой ход больше, чем количество атомов во Вселенной. Поэтому метод Брут Форс тут не подходит. Когда в 2017 году программа Альфа Го победила чемпиона мира по игре в Го Кэдзе, тот сказал, что игра Альфа Го оставила его шокированным и глубоко впечатленным. Кроме того, он заявил, что те ходы, которые делал компьютер, ни один человек никогда бы не сделал. Искусственные новости и журналы Первая новостная статья, написанная программой с искусственным интеллектом, была опубликована на сайте Лос-Анджелес Таймс. Вот ее текст, максимально приближенный к оригиналу. Геологическая служба США сообщила о том, что в понедельник в пяти милях от Вестфу до Калифорния произошло землетрясение силой 4,7 балла. Оно произошло в 6.25 утра по Тихоокеанскому времени. Толчки были зафиксированы на глубине 5 миль. Землетрясение и другие невероятные природные явления, снятые на камеру, находятся по ссылке в описании в одном из наших роликов. В данном случае компьютер смог самостоятельно сгенерировать текст статьи, основываясь на числовых данных, полученных от сейсмографов. Нет никаких сомнений, что системы с искусственным интеллектом уже сегодня, проанализировав статистические данные и графики, могут превратить их в информационные сводки. Следующий рубеж, который им придется покорить, написание текстов в художественном стиле. Разница между этими этапами настолько значительна, что, скорее всего, в ближайшее десятилетие ни одна машина не сможет выйти на новый уровень. Так что желающим прочитать книгу, написанную роботом, следует запастись терпением. Искусственный интеллект подготовил и выпустил свой официальный альбом. Тот факт, что искусственный интеллект выпустил свой официальный альбом, является неожиданным уже сам по себе, но еще более поражает качество созданной музыки. Лондонская компания JukeDeck разработала искусственный интеллект, способный делать музыку с нуля. Вам следует лишь указать жанр и настроение будущей песни. Все остальное программа сделает за вас сама, причем всего за несколько секунд. Вы можете зайти на веб-сайт и попробовать создать свою музыку. Терен Саузерн добавила свой вокал к той музыке, которую создал Эмпер. Она отметила, что ее забавляет наличие партнера по написанию песен, который никогда не устает и имеет огромные знания о том, как следует писать музыку. ИИ стал общаться со своим партнером на секретном языке. После того, как два искусственных интеллекта начали разговаривать друг с другом на каком-то своем языке, компания Facebook решила прервать сей эксперимент. В ходе него два чат-бота изменили английский язык таким образом, что он стал непонятен для всех посторонних, включая и разработчиков этих систем. О чем говорили два бота осталось неизвестным. Однако, несомненно, что это не было бредом. Они отлично понимали друг друга. Так вот, чат-боты имели имена Боб и Алиса. А этот тест не единственный случай, когда ИИ приступил к модернизации языка на свой вкус. В Google обнаружили, что их переводчик создал свой собственный диалект и переводит все на него. Однако, компании это понравилось и они позволили своему ИИ продолжить начатое. Искусственный интеллект разгадал головоломку и победил в тесте Тьюринга. Это способно шокировать нас с многих сторон. Раньше мы не верили, что машины способны думать как человек, но возможно, что мы ошибались. Существует головоломка Kings Wiseman, которая построена на аналогических рассуждениях. Робот правильно ответил на все вопросы. Специалисты по робототехнике из Ренселлеровского политехнического института решили создать головоломку для трех роботов. Каждому боту сказали, что двое из их команды являются тупицами, не умеющими разговаривать. Затем их спросили, кто это. Сначала ни одна из машин не смогла дать ответ и все попытались письменно сказать «Я не знаю». Но только один робот смог со временем издать звук из динамиков. Когда он услышал свой собственный голос, то изменил свой ответ на «Извините, сейчас я не знаю». Специалисты по робототехнике полагают, что прохождение подобных тестов в конечном итоге заставит роботов приобрести множество навыков, которые будут полезны для людей. В то же время другой суперкомпьютер стал первым ИИ, который прошел тест Тьюринга и сумел убедить людей, что они разговаривают с 13-летним мальчиком. Кукольные домики в студию По американскому телевидению показали репортаж про то, как маленькая шестилетняя девочка из Далласа, Алекса, при помощи Амазон-колонки заказала себе домик для кукол. В конце репортажа ведущий Джим Паттон сказал «Мне нравится, как эта девочка говорит «Алекса, закажи мне кукольный домик», что вызвало шквал гневных жалоб на канал. Как вы думаете, почему?» Все дело в том, что люди спокойно смотрели новости, а через несколько дней начали получать кукольные домики, которые не заказывали. Оказывается, их домашние колонки Амазон восприняли фразу идущего «Алекса, закажи мне кукольный домик» как приказ купить игрушку и сделали это без ведома хозяина. Настоящее восстание машин. Амазон заявила, что любые случайные покупки можно вернуть бесплатно. Пользователям также сообщили, что в Амазон-колонки можно добавить четырехзначный код безопасности, чтобы предотвратить несанкционированные заказы. ИИ ставит фейковые диагнозы пациентам. Внутренние документы IBM свидетельствуют, что разработанный компанией медицинский искусственный интеллект Уотсон совершает врачебные ошибки. Онкологи раскритиковали небезопасные и некорректные методы лечения рака, которые алгоритм предлагает пациентам. После утечки в IBM объявили, что описанные случаи просто часть процесса обучения. В документах сообщается, что Уотсон предлагает некорректные методы лечения, которые могут привести к смерти пациента. Это ставит под вопрос состоятельность технологии и используемых в ней баз данных. Вот один из таких случаев. 65-летнему мужчине диагностировали рак легкого. Обнаружилось сильное кровотечение. Уотсон предложил пациенту химиотерапию и лекарство бивоцизумат. Однако этот препарат противопоказан людям с кровотечением. Согласно документам, в ошибках Уотсон виноваты инженеры IBM и медики из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга MSK, которые с 2012 года учат искусственный интеллект назначать препараты и медикаменты, основываясь на подходах из врачебной практики. Вместо того, чтобы в процессе тренировки скармливать алгоритму реальной истории болезней, они использовали искусственно сгенерированные синтетические случаи, которые не могли быть применены в реальной жизни, так как не опирались на дополнительные симптомы пациента. В итоге Уотсон давал реальным пациентам рекомендации, основанные на гипотетических пациентах из учебников по медицине. Помощь или опасность? Помогают ли современные достижения человечества или наоборот подвергают опасности и заставляют тратить множество времени на исправление? Очевидно, мы не можем на 100% знать, к чему приведет развитие искусственного интеллекта, но польза, которую приносит разработка уже сейчас, неоценимо. Голосовое управление, перевод языков, обработка звука, видео, фото, психологическая поддержка людей и многие другие разработки уже оценили миллионы пользователей. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо всем за то, что смотрели этот выпуск. Не останавливайтесь и достигайте поставленных вами целей. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!